МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ожидание и реальность. В Люберцах состоялся форум «Управдом». У меня даже вообще не было в голове этого, что у меня это же далеко. Рак это где-то там, а я здесь. 23 сентября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Как победить болезнь? Когда дети пишут письма Дедушке Морозу, соответственно, мы также их сортируем на этой машине. Письмецо в конверте. В этом году первый автоматизированный сортировочный центр Почты России отмечает 10-летний юбилей. То, что здесь появилось, такой шикарный городок, это для нас, для всех, большая радость в праздник. Для счастливого детства. В Краскове открылась новая площадка, на которой смогут отдыхать и заниматься спортом жители всех возрастов. Сейчас я очень хочу, чтобы у меня получалась именно моя программа, чтобы я достигала больших высот и стояла чаще на педестале. Осенний триумф. В Люберцах состоялся турнир по художественной гимнастике, в котором приняли участие спортсменки из 30 регионов России. Итоги недели обсудили в Люберецкой администрации. О ситуации в регионе отчитались представители власти и экстренных служб. Вопросы ЖКХ, медицины и противопожарной безопасности стали главными темами совещания. 20 выездов по сигналу тревоги. Такой была неделя для пожарных городского округа. Ликвидировано два возгорания. Один пожар произошел на кухне в частном доме. Второе воспламенение спасатели потушили в складском помещении в первом Панковском проезде. Пожар произошел на пятом этаже в цехе, в столярном цехе. Площадь пожара состояла 300 квадратных метров. В тушении пожара участвовало 8 отделений на основных и специальных автомобилях. В результате грамотных действий пожарных подразделений пожар удалось ликвидировать. В Люберцах стартовала отопительная кампания. В течение семи рабочих дней во всех многоквартирных домах округа станет тепло. Объявлена стопроцентная готовность региона к зиме. Подготовлено 82 котельных из 82. Подготовлено 30 ВЗУ из 30. Подготовлено 35 КНС из 35. На 100% от установленного плана создан запас резервного топлива. 8 тысяч обращений получили за неделю Люберецкие спецслужбы. Из них на горячую линию администрации поступило 578 обращений, а по единому номеру 112 – 7507. Большинство обращений связано с сектором ЖКХ. На телефон горячей линии администрации 17 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 14 по вопросам экологии, 4 по работе уличного освещения, 3 обращения связаны с содержанием дорог и тротуаров, по одному с вопросами благоустройства территории, бездомными животными и работой ГИБДД. В единую диспетчерскую службу ЖКХ за неделю поступило 6307 обращений. «Порадовали новости медицины. Всем детям, родившимся и зарегистрированным в Подмосковье, подарок – набор из 53 предметов. Вместо него можно забрать денежное пособие. В этом случае мать получит 20 тысяч рублей». Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Александр Моисеев и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберецкие коммунальщики на финальной стадии подключения тепла. В первую очередь отопление поступило в детские сады, школы и объекты здравоохранения. На сегодняшний день все объекты социальной сферы городского округа подключены к системам теплоснабжения. В жилые дома подача тепла идет согласно графику. С ним можно ознакомиться на сайте Люберецкой администрации, а также на информационных стендах в подъездах. Ресурсоснабжающие организации перешли на круглосуточный график работы. Коммунальщики уже подключили к теплу 90% жилого фонда. Если у вас возникли проблемы с подачей отопления, вы можете обратиться по телефону, который видите на экране. Насколько заявления властей о подаче тепла соответствуют действительности, обсудили на форуме «Управдом». В нем приняли участие представители администрации округа, управляющих компаний и старшие по домам. Продолжение темы в нашем сюжете. Вместо радости от того, что батареи в квартире горячие, жители улицы электрификации обеспокоены. В платежках большие суммы за услугу. Например, у нас в нашем доме у меня шестиподъездный дом, 400 жителей. На двушку пришлось 3500, первое скуто тепла, а на трешку 4200. Принято решение. Собственники смогут присутствовать при снятии показаний с общедомовых приборов учета. А по конкретному случаю сотрудники администрации проведут проверку. Также Светлана Лабынцева сообщила, что 90% жилого фонда подключено к отоплению. Объекты теплоснабжения готовы в полном объеме. Как я уже сказала ранее, теплосети все отремонтированы, отревизированы. Заменены все аварийные участки. Объекты водоснабжения и водоотведения точно так же подготовлены к отопительному сезону в полном объеме. На форуме обсудили работу единой диспетчерской службы ЖКХ во время отопительного периода. И содержание общего имущества многоквартирных домов. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРД. Как начисляются платежи в квитанции и почему приходится платить комиссию? Работу Мособл ЕРЦ обсудили в рамках проведения социальной гостиной. Представители общественных организаций задали интересующие их вопросы напрямую представителям компании. На каком основании написано и по телевизору говорят, и в интернете я прочитала, что пожалуйста можете пользоваться личным кабинетом. Вы видели сейчас, кто имеет право пользоваться личным кабинетом. Это молодежь. Все жилищно-коммунальные услуги в одной платежке удобно, но только не для пенсионеров. На деле оказалось, что без комиссии теперь можно оплатить за ЖКУ только через интернет. А им многие представители старшего поколения пользоваться не могут. Остальные способы через банки и почту плательщиков не устраивают. При оплате берут процент. Почему я должна 30 рублей еще нести, платить за то, что я принесла деньги? Руководители общественных организаций пожаловались на большие суммы в платежках, каких не было ранее. Представители расчетного центра объяснили, что это связано с включением в квитанцию капремонта и строки за газ. МОСОБЛ ЕРЦ – платежный агент, который производит начисления и формирует квитанции по указанию управляющих компаний. Представителям расчетного центра на встрече пришлось ответить и за неточные суммы в квитанциях. Это недочеты именно в миграции базы данных. Мы забрали все эти данные, которые были в управляющих компаниях. Данам нагрузили очень много странных, иногда несуществующих, иногда каких-то очень древних задолженностей. С каждой из них мы готовы разбираться, поверьте, они обязательно через месяц, через другое исчезнут. И лишнего мы с вас не возьмем. Также на собрании поговорили и на приятные для пенсионеров темы. Руководителям общественных организаций рассказали о реализации проекта «Активное долголетие на территории Люберецкого округа» и о новых приятных бонусах. С октября месяца губернатором Московской области Воробьевым Андреем Юрьевичем будут предоставлены юбилярам, начиная с 80 лет, 80, 85, 90, 95 будут предоставляться подарки, которые будем вручать мы. Формат общения без галстуков для общественных организаций работает благодаря Министерству социального развития Московской области. В социальных гостиных с 2018 года обсуждаются насущные проблемы, волнующие старшее поколение и тех, кто находится под опекой соцзащиты. На 60% завершены работы по благоустройству пешеходной зоны в центре города. В порядок приводится сразу три участка. Улица Звуковая, площадки перед кинотеатром «Октябрь» и Дворцом культуры. Сейчас здесь укладывается тротуарная плитка. Ее вымастят более 13 тысяч квадратных метров. Пешеходную зону украсят деревья и газоны. Для удобства жителей установят скамейки, навесы для колясок, оборудуют велопарковку. За безопасностью будут следить камеры видеонаблюдения. Работы планируют завершить до 31 октября. В городском округе Люберцы продолжается реконструкция Зенинского шоссе. Сейчас идут работы на участке со 2 по 3 километр. Строители уже расширили дорожное полотно до 4 полос и уложили нижний слой дорожного покрытия. Кроме того, проложен тротуар в сторону области. Построена ливневая канализация, установлены мачты освещения, выполнено переобустройство светофорных объектов. Идет активная подготовка к строительству моста и дорожной развязки. Завершение работ запланировано на конец 2019 года. Более 200 педагогов пришли работать в школы округа в этом году. В курс дел их ввели на встречи для учителей, которые только начинают свой трудовой путь в стенах люберецких учебных заведений. В Люберцах их поприветствовала депутат Государственной Думы Лидия Антонова. Да, это трудная задача сегодня быть учителем, директором школы, любым работником образования, потому что система управления и контроля увеличивается, а мы-то, понимаете, остаёмся на прежнем уровне. С новенькими в люберецкой системе образования Лидия Антонова беседовала на равных. Учительница английского языка в прошлом поделилась своим опытом и подсказала, как привить детям любовь к предмету. Было, что добавить и директору Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Сергею Косарецкому. Педагогам он разъяснил принципы работы эффективной школы, главной из которых – быть ориентированным на успех ребёнка. Когда мы находим лучшую школу, когда мы находим наиболее эффективную школу, мы находим там именно такую установку и педагогов, так называемые высокие ожидания, когда для них любой пришедший ребёнок обладает значительным потенциалом. Они верят в его способность двигаться успешно по образовательной траектории, достигать наилучших возможностей. Подобные встречи стали традиционными. Они дают возможность педагогам познакомиться друг с другом, руководящим составом, наметить вектор дальнейшей работы. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Люберецкие сторонники «Единой России» сыграли в Росквиз. Их соперниками в интеллектуальном поединке стали командой из Дзержинского, Жуковского и Котельников. К мозговому штурму присоединилась депутат Государственной думы Лидия Антонова. «Столица есть. Есть столица. Дорога, которой Х ведёт. Получается». «Железная дорога». Один вопрос, одна минута на размышления. Всё в лучших традициях игры «Что, где, когда». В роли знатоков – сторонники и члены партии «Единая Россия». На кону звание финалиста областной игры «Росквиз». Впереди несколько десятков заковыристых вопросов. «Финифть – дивная по красоте. Роспись поймали. В технике финифти изготовляли нагрудные иконки, образки. В каком городе существует этот промысел?» Мозговой штурм для сторонников «Единой России» устроило областное отделение партии. Празднику ма и смекалки охватят 11 муниципалитетов. Люберцы пятыми встретили интеллектуальное состязание, так что «Росквиз» уже успел заявить о себе в регионе. «Интересно абсолютно всем. Никто не остается равнодушным. Формат такой достаточно непринужденный, легкий. Люди успевают пообщаться и в то же время как-то вспомнить что-то из истории, из культуры Российской Федерации». Вместе с гостями у округа факты из истории страны вспоминала и Люберецкая команда единороссов. Обычно они собираются за одним столом, чтобы обсудить партийные дела. А вот сыграли в «Росквиз» вместе впервые. «Впечатление очень положительное. Почувствовал себя немножко игроком, что где когда. На самом деле очень интересно в этом всем принимать участие. Но есть некоторые вопросы, которые мы не все смогли сразу же сообразить, что отвечать и отгадывали уже с точки зрения логики». Логика Люберчан не подвела. Им удалось обойти соперников и выйти в финал. В ноябре он проверит на силу ума и смекалистость 11 лучших команд региона. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В Люберецком округе появился первый образовательный центр «Точка роста». Компьютеры, 3D-принтеры, квадрокоптеры и другую технику нового поколения получили ученики сельской школы в Токарёво. Какие возможности открыла перед ребятами реализация национального проекта «Образование» узнавала наша съемочная группа. Уроки технологии, информатики, ОБЖ и дополнительные занятия станут интереснее благодаря центру «Точка роста». «Благодаря развитию новых технологий, вот таких вот центров, новому оборудованию ребята реально смогут заняться серьезными программами. Раньше они рисовали это просто на листочках. В лучшем случае делали презентации на компьютере, а сегодня у них реально есть возможность познакомиться с чудесами техники». Многие школьники увидели в «Точке роста» перспективы лично для себя. Так 15-летний Савелий Соколов мечтает стать программистом, но считает, что сначала полезно попробовать себя в этом деле. «Мне кажется, что «Точка роста» — это то, где я смогу лучше раскрыть свой потенциал в той или иной профессии, а именно в программировании, потому что здесь есть оборудование, которое поможет мне лучше понять, смогу ли я как-то устроиться на этой профессии, смогу ли я учиться, как у меня получится учиться». Подобные центры появятся и в других люберезских школах, а пока можно посетить соседний в Токарёво. «Чем хорош этот центр? Сюда могут приехать ребята из других школ. Это не обязательно только участие 22-й школы. Сюда могут приехать ребята из близлежащих школ и тоже заняться интересным делом». «Точки роста» будут открываться в российских сельских школах до 2024 года. На реализацию федерального проекта «Современная школа» в рамках нацпроекта образования потратят почти 800 миллиардов рублей. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич и Пётр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Как создаются программы и выходят новости в прямой эфир? Ответы на эти вопросы получили ученики нового потока школьного телевидения «Интерес ТВ». Группа юных журналистов из гимназии номер 16 побывала в гостях у телеканала ЛРТ и узнала, что скрывается по ту сторону камеры. «Смотрите, вот это называется зелёное полотно. Хромакей. Что такое хрома?» «Канал цвет». «Нет, хрома – это цвет. Окей». С чего начинается телевидение? О жизни одной из самых интересных сфер начинающим телевизионщикам поведали опытные журналисты. Штурманом экскурсионного корабля стала главный редактор телеканала Елена Кирсанова. Сразу же ребят ждали сюрпризы и волшебство телепроизводства. В студии они ощутили себя ведущими. Два, один, в студии. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами в студии Кирилл Ростонал Дмитрий. Может, ещё что-то пробовать? Эфир завалили. Начинаем заново. До настоящего прямого эфира считанные минуты. Гости ЛРТ переходят в самое сердце телеканала. Отсюда в дома зрителей попадает сигнал. Важный человек, выпускающий, Николай, который постоянно следит за тем, чтобы был правильно сигнал, чтобы сигнал шёл верно к нашим зрителям. Если будут какие-то накладки, то, к сожалению, тогда начнутся проблемы с показом телевизионных каналов. Виртуальной студии уже ведущая. На экране ребята смотрели на её работу, попутно узнавая о тонкостях. А после выпуска неустанно задавали ей вопросы, касающиеся профессии, о которой мечтают многие. Перед каждым, без исключения эфиром, я делаю определённые упражнения. То есть, это упражнения для губ, для языка. Искороговорки – это самое основное. Откуда берутся тексты в суфлёре? Кто делает новостные сюжеты и целые программы корреспондентских дел мастер Дарья Борисова? Рассказала школьникам о секретах, которые позволяют интересно сплетать события в сильные телевизионные тексты. Фрагменты интервью, какие-то лайфы, что-то интересное. И закадровыми текстами от одного к другому подвести. Всегда позитивные сотрудники монтажного отдела ЛРТ. И вовсе показали ребятам чудеса. Как рисуется графика, складываются видеоряд и получается конечный продукт, который увидит зритель. В завершении экскурсии – визит к генеральному директору телеканала. Екатерина Дегтярёва рассказала, на что ребятам стоит обратить внимание в обучении. А юные телевизионщики и их руководители поделились впечатлениями. Я хожу каждый год, каждый год я узнаю что-то новое. Большое спасибо Елене. Была сегодня очень интересная и содержательная экскурсия. И даже нашу задачу, как руководители школьной студии, она прям сегодня облегчила. Гимназия «Интерес» и телеканал ЛРТ – давние друзья. Многие выпускники освоили азы профессии именно благодаря этому сотрудничеству. Новая группа «Интерес ТВ» продолжит занятия в своей школьной студии. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Теперь хоть в песочницу, хоть на тренажёры. Юным жителям Красково больше не нужно думать, как скоротать время во дворе. На улице Лорха вырос новый детский городок. Не по мановению волшебной палочки, а по распоряжению губернатора региона. Площадкой двор обзавёлся благодаря программе «Наша Подмосковья». Восторг есть, нет смысла его скрывать. Повод для радости весомый. Островок счастливого детства размером в 450 квадратных метров. Песочница, тренажёры, горки и качели. Конечно, не аттракционы, парка развлечений. Но для детей это едва ли не Диснейленд. Такие сооружения бывают только в Москве. Я не ожидал, что в нашей посёлке маленьком, который скоро станет городом, не знал, что такие будут сооружения. Я первый раз вижу такую крутую площадку. И теперь я могу с друзьями, которые здесь рядом, рядом за школой живут, могу теперь сюда ходить и здесь играть. Самые юные пользователи площадки штурмуют горки за руку с мамами. Как развлечь ребёнка на прогулке – этот вопрос для старшего поколения остался в прошлом. И у родителей это вызывает не меньший восторг, чем карусели у малышей. То, что здесь появилось в такой шикарный городок, это для нас, для всех, большая радость в праздник. Ярко, красиво, привлекательно. В общем, когда мы выходим на улицу, наш ребёнок первым делом бежит на площадку. Такие же красковчане, как Елена Чернышова, возвели детскую площадку у себя во дворе одним кликом. Придомовая территория Налорха собирала голоса на этом популярном интернет-ресурсе и собрала достаточно, чтобы губернаторская программа пришла именно сюда. В результате – современный игровой городок на месте устаревшей площадки. Здесь были старые заброшенные комплексы неизвестного года мне постройки. Это наши железные грубые формы. Время идёт, идём и мы. Стараемся успевать. Такими обновками жители округа балуют ежегодно. Только в этом году 65 дворов обзавелись современными детскими площадками. Шесть из них построены благодаря губернаторской программе «Наши Подмосковья». Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Рак молочной железы – не приговор, если вовремя о нём узнать. Для того, чтобы эту истину осознало как можно больше людей, Всемирная организация здравоохранения учредила День борьбы с этим недугом. Он отмечается ежегодно 23 сентября. Как диагностируют и лечат самое распространённое злокачественное заболевание у женщин, узнала Луиза Егезарян. Обычный плановый осмотр у врача обернулся для Раисы Пахалиной неожиданностью. УЗИ молочных желёз выявила патологию. Чуть позже выяснилось – это рак. У меня даже вообще не было в голове этого, что у меня – это же далеко. Рак – это где-то там, а я здесь. Самая начальная стадия, да. Поэтому должно быть всё хорошо. При начальной стадии шансы на полное выздоровление без хирургического вмешательства вырастают в разы. Пенсионерка Вера Бушуева никогда не проходила диспансеризацию. От слишком поздно выявленной опухоли удалось избавиться только с помощью операции. Операция прошла успешно. Самочувствие очень даже неплохое. Надо было раньше. Мы боимся. Бояться нельзя. Сейчас я это понимаю, к сожалению. Риск заболеть раком груди увеличивается с возрастом. Внимательнее относиться к собственному здоровью женщине следует после 40 лет. Обследоваться на маммографе необходимо раз в два года, а после 50 – и вовсе каждый год. Благодаря этому исследованию мы можем выявить на самых ранних только этапах зарождение каких-то опухолей, изменений. Мы можем дать заключение о том, что есть какие-то изменения, и уже не отпустить женщину в никуда, а отправить её к узкому специалисту, чтобы она дообследовалась при необходимости и получила вовремя лечение. Потому что рак молочной железы не дремлет, к сожалению. Но наука тоже не дремлет. В арсенале врачей-онкологов появляются современные препараты, которые помогают бороться с раком молочной железы. В настоящее время при четвёртой стадии заболевания тоже мы можем предложить различные варианты лечения. Это и химиотерапия, и лучевая терапия, и таргентная терапия. Прогресс есть, и я думаю, что прогресс и дальше будет. На сегодняшний день больницы и поликлиники городского округа Люберцы обеспечены всем необходимым, как для диагностики, так и для лечения этого недуга. Мы имеем в наличии, что не каждая клиника на сегодняшний день имеет, это дистанционную лучевую терапию, что позволяет нам выполнять полный комплекс лечения рака молочной железы, куда входит и хирургическое лечение, и химиотерапия, и дистанционная лучевая терапия. От рака молочной железы, к сожалению, не застрахована ни одна женщина. Единственный способ уберечь себя от тяжелых последствий – не откладывать плановую диспансеризацию на потом, даже если ничего не беспокоит. Это как раз тот случай, когда ваше здоровье находится в ваших руках. Луиза Игязарян, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. В этом году первый в России автоматизированный сортировочный центр отмечает 10-летний юбилей. Самое крупное в Восточной Европе предприятие по обработке почты располагается в подмосковном Подольске. Здесь сотрудники сортируют до 3-х миллионов почтовых обращений в сутки. О маршрутах почтовых отправлений узнавала наша съемочная группа. Почтовое отправление посылочной почты поступает из зоны приема, загружается на транспортерную ленту, и, соответственно, дальше происходит сортировка по адресной части. В этом центре сортируют почту для жителей столицы, а также Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской, Тверской и Тульской областей. В зоне обслуживания предприятий около 25 миллионов человек. Современные технологии обеспечивают оперативную доставку писем и посылок. А возможно, чтобы сегодня письмо дошло на деревню Дедушки. Может дойти, если это Дедушка, Дедушка Мороз. В случае, когда дети пишут письма Дедушке Морозу, соответственно, мы также их сортируем на этой машине. Но так как машина не может распознать данный адрес, отправляет изображение этого письма на участок видеокодирования, где девочки, которые кодируют письма, уже знают, что данное письмо необходимо направить в Великий Усю. И оно отсортируется и дойдет до Дедушки Мороза. Если индекс написан неаккуратно или отсутствует совсем, сотрудникам центра понадобится менее 10 секунд, чтобы восполнить пробел. Все индексы операторы знают наизусть. Это одно из главных условий, чтобы здесь работать. Соискатели даже сдают специальный экзамен. Южный Сахалин. 693. Волгоград. 400. Орск. Орск. Это Оренбургская. 462. Заказные письма доставляются в первую очередь. Оператор в среднем обрабатывает по 2000 таких писем. На помощь человеку приходят современные технологии. На ручье у меня находится ручной терминал, с помощью которого я определяю, куда у меня какое отправление пойдет. Вот, например, я сканирую письмо, у меня показывает, что оно должно идти в Самару, соответственно, я его приписываю к Самаре. И уже оно попало в мешок, потом у мешка заделывается и в контейнер на Самару. То есть, отправляется уже по назначению. И хотя интернет позволяет людям реже пользоваться обычной почтой, у автоматизированного сортировочного центра есть свои крупные клиенты. Например, налоговая инспекция и другие серьезные организации. Работа на объекте ведется круглосуточно. В планах на будущее – модернизация машины посылочного блока, а также использование дополнительной сортировочной машины для обработки посылок. В Люберцах состоялся турнир по художественной гимнастике «Осенний триумф». Более 500 спортсменок из 30 регионов России поучаствовали в соревнованиях. Мечи, булавы, ленты, обручи. По каким критериям гимнасток оценивали судьи, узнавала наша съемочная группа. Главным судьей турнира в девятый раз стала Елена Розанова. А вице-президент Федерации художественной гимнастики Московской области. Программу, которую исполняют девочки, называют сложной. После Олимпиады поменялись правила соревнований, они стали более жесткие. Очень много бросковых элементов. Сейчас, чтобы получить высокую оценку, надо бросать, бросать. И, естественно, чтобы бросать, надо ловить. Сегодня в гимнастике очень высокие технические требования. Но сложности девочек не пугают. Этим видом спорта Сара Александрова занимается уже 10 лет. В 4 года в гимнастику ее отдала бабушка. Теперь за плечами тренировки в Триумфе и Люберецкой школе Олимпийского резерва. Уроки у Елены Розановой. Сейчас я очень хочу, чтобы у меня получалась именно моя программа. Чтобы я достигала больших высот и стояла чаще на педестале. Первый год на базе Триумфа тренируется уроженка Краснодара Дарья Мерещенко. Но в осеннем турнире участвует четвертый раз. Раньше для этого девочка специально приезжала в Люберцах. Гимнастика началась для Даши, когда ей было 7 лет. Папа сказал, что я очень много болею и мне нужно каким-нибудь видом спорта заниматься. И мама предложила художественную гимнастику. А я сначала подумала, что там надо рисовать. Но потом, когда пришла в зал, и увидела ленты, мячи, вопрочи. Мне очень понравилось. И я до сих пор занимаюсь художественной гимнастикой. Участницам турнира «Осенний триумф» от 7 до 17 лет. Их мастерство оценивали три бригады судей. Но главная победа – победа над собой. Для художественной гимнастики юные спортсмены и заслуженные тренеры нашли общее определение. Очень женский вид спорта. Очень красивый вид спорта. Привлекает всех. Этот вид спорта очень женственный, привлекательный, очень-очень красивый. У тебя развивается все. Женственность, красота и так далее. И если ты захочешь отвязаться от этого спорта, то это будет очень тяжело. Соревнования завершились объявлением победителей и вручением призов, подготовленных колдингом «Вертолеты России». Анна Трояна, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Готовы к труду и обороне. Люберецкие школьники сдали нормы ГТО. Почти 500 человек продемонстрировали свою силу и выносливость на стадионе «Торпеда». Как это было, расскажет Дарья Борисова. Показали все, что отработали на уроках физкультуры. Вместо оценок в журнале за этот зачет получили значки ГТО. Обладатели золотых – еще и дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Для будущих абитуриентов ценный бонус, но не только ради льгот старшеклассники обулись в кроссовке. Школьники округа за здоровый и активный образ жизни. Я считаю, что спортом должен заниматься каждый. И культура спорта – это очень важно для нашей жизни. Каждый человек должен поддерживать свое здоровье и быть направлен к спорту. Ульяна Поршнева не впервые на площадке сдачи нормативов ГТО. На этот раз замахнулось пройти все предложенные спортивные испытания. Их около десяти – это бег на короткие длинные дистанции, метание спортивных снарядов, прыжки в длину, подтягивания, отжимания. Набор стандартный и знакомый многим люберчанам. Жители округа сдают ГТО дружно. И возраст для них не имеет значения. «Люберчане очень активно принимают участие. Очень активно. Даже вчера у нас был мужчина девятой ступени, 55 лет. И выполнил все нормативы на золото. Очень спортивный человек. В общем, люди тянутся, занимаются спортом. Люберцы – территория спорта». Тем, кто пока не успел блеснуть своей физической формой, еще представится такая возможность. В Люберцах массовая сдача нормативов ГТО проходит в рамках масштабных праздников. Кроме того, четыре раза в год в округе устраивают фестивали ГТО. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В этом году Московская область отмечает 90-летие. Это прекрасный повод, чтобы рассказать обо всем, чем уникален городской округ Люберцы. Одним из запоминающихся событий стал матч, который вошел в историю. Легенды московского «Спартака» против команды люберецких ветеранов. Такая же встреча на стадионе «Торпедо» состоялась 30 лет назад. Знаменитые футболисты и на этот раз показали яркую зрелищную игру. За ней наблюдала наша съемочная группа. Настоящие мэтры российского футбола на стадионе «Торпедо» – все так же, как и 30 лет назад. Тогда, 7 октября 1989 года, команда «Торкмаш» уступила «Спартаку» со счетом 4-1. Мы достойно выглядели. Сегодня хотим взять реванш. Покажем свой люберецкий футбол. Свой люберецкий футбол команда «Торкмаш» достойно показала в 1989 году. За день до товарищеского матча со «Спартаком» она выиграла первенство РСФСР и вышла во вторую лигу Советского Союза. Ностальгию по этой победе ветераны клуба решили утолить повторной игрой с московскими «Спартаковцами». Очень заслуженные команды. Надеюсь, те, кто посмотрит сегодняшний футбол, они немножко поностальгируют и получат удовольствие. Для этого мы сюда приехали. Нас связывает с ними как дружба, так и честь большая сыграть с заслуженными. И эта дружба победила. На этот раз футбольный матч между командами «Торкмаш» и «Спартак» закончился за счетом 3-3. В Люберцах стартовал открытый турнир по фехтованию на Рапирах. 300 участников из разных регионов России – Казани, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Сражаться за призы городского округа на соревнования приехала даже команда из Кипра. Чем запомнилось открытие, расскажет Анна Троян. Четыре насыщенных дня ждут юноши и девушек. На площадку ФОКа в первый день вышли 103 юные спортсменки со всей страны. В своей возрастной категории сражалась и фехтовальщица из Кипра. Два года назад Елизавета ушла из танцев ради боев с Рапирой. Этот спорт ее быстро захватил. Она уже многократно участвовала в международных соревнованиях. Во Франции шестое место, в Германии второе, в Израиле второе. Мне очень приятно побывать на родине и участвовать в соревнованиях. Открытый турнир по фехтованию. Хоть и небольшой чемпионат, но все же участники здесь сильные. Новички набираются опыта, мастера спорта и участники всероссийских соревнований. Оттачивают навыки по обороне, наступлению и нанесению уколов. Развивают координацию и быстрое мышление. Почетный гость турнира – бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Руслан Насибулин. Это очень сложно координационный вид спорта. Представьте себе, помимо того, что вы должны управлять своими ногами, телом, а в руке у вас еще и предмет, которым также нужно управлять. И не просто управлять, а нужно мыслить за противника и пытаться его переиграть. Считается, что сражаться на рапирах – самое сложное фехтование. Трудно и для судейства засчитывать очки, и не так понятно для зрителей, как, к примеру, бой на саблях. В Люберцах этот вид спорта возродили в 2016 году. С тех пор здесь развивают это направление, проводят различные турниры и открывают новые школы фехтования. Соревнования у нас проводятся четвертый год. Соревнования проводились по системе два дня. Вот первый раз мы проводим по четыре дня соревнования, так как большой спрос участников для развития этого именно направления детского фехтования, потому что из детского фехтования вырастает чемпион. Победители соревнований определяют каждый соревновательный день. Закрытие Люберецкой рапиры состоится 29 сентября. 30 сентября состоится встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями. Мероприятие пройдет в 54-й школе по адресу поселок Октябрьский, улица Школьная, дом 2. Начало встречи в 18.00. На этом выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи на канале ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин